Народ очень положительно отреагировал на это, потому что просто смерти Путина, я думаю, желает нам, я не знаю, 60% населения Российской Федерации. Это видно по комментариям к нашим эфирам и к моему эфиру от четверга от вечера и к нашему совместному эфиру и на наших каналах, и у вас, и у меня, и на украинских каналах, которые его ретранслировали. И который, кстати, там почти 3 миллиона просмотров все это дело, наше интервью с вами набрало на тех каналах и на наших, где в сумме. Но все задают самый главный вопрос. Какие конкретные еще прямые доказательства того, что Путин умер? Скажите, Сергей, вы скажите, какие должны быть прямые доказательства? Некролог официальный, заявление Пескова. Должны были вынести труп Путина за ногу или за две ноги, или подмышки. Ну, в общем, да. Или как? Ну, да. Заключение врачей, если бы мы сейчас показали, ну, теоретические заключения врачей, которые, для меня это фантастика, просто оно существует, представляете? Они все-таки написали заключение. Это фантастика, но они это сделали. Они не должны были этого делать, но они это сделали. Оно существует. И Николай Патрушев, опять-таки для меня это уму непостижимо, но он согласился на то, что это заключение должно существовать. Ну, он формалист, и я, в принципе, понимаю. Ну, формальное, оно там не может не существовать, потому что в любом случае констатация смерти всегда врач делает, и даже в таком странном государстве все равно у них есть какой-то формализм. Мне кажется, что здесь как раз это абсолютно административная мера. То есть, меня, кстати, как, ну, как запретить? Запретить нельзя. Ну, так, это произошло в резиденции президента. Эти люди находятся под контролем, все. Ничего не произошло, всем всего хорошего, пинок под зад. В лучшем случае, как их сейчас заставили подписать о неразглашении, там, самые строгие бумажки в мире, но это не суть важно. Им запретили выезжать из покинания. Ну, так вот, а это и есть так, а это и есть. Они исполнили свой долг, но, с другой стороны, их тут же связали бумажками о неразглашении и так далее. Да, да, да. Но народ, конечно, ждет гроб, гроб, похороны и сообщения Государственной комиссии о похоронах. Вот чего народ ждет. Если бы похороны были зависели от меня, я дал бы немедленное распоряжение. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что сейчас ситуация руководит абсолютно другой человек. И с другими перспективами, и с другим пониманием того, что должно и что будет происходить. Давайте немножко поговорим о том, что происходит и что будет происходить. Сейчас, уже сейчас можно констатировать, произошел государственный переворот. Сейчас власти в России, с тех пор, как после смерти Путина начал появляться на людях, после смерти, официальной уже смерти Путина, начал появляться на людях от имени Путина самозванец. Это государственный переворот. Если до смерти Путина, мы с вами это уже обсуждали, это еще было баловство, и можно было в любой момент предъявить настоящего президента, и он действительно существовал в живом виде, и действительно, ну, хотя бы гипотетически руководил страной, хотя он отстранился и не принимал никаких решений. Но, опять-таки, такие случаи в мировой практике мы знаем, когда люди, уже находясь при смерти, годами не руководили страной, а руководило его окружение, но, по крайней мере, этот человек находился хотя бы в живом виде. Сейчас Путина в живом виде не существует. Сейчас это полноценный государственный переворот. У власти в России самозванец. Все, что происходит, все происходит от имени самозванца, которого никто не выбирал. Два вопроса, если вы позволите. Первый вопрос. Ехидные люди мне задавали несколько раз. Они говорили так, что мы с вами говорили, что через час или через день после того, как Путин умрет, уберут Кадырова. А Кадырова никто не убрал. Это первый вопрос. Подождите. И второй вопрос. Ну, хорошо. Вот эти российские врачи, которые там встроены в структуру администрации президента, потому что медицинский центр управления делами президента, они, чиновники, им сказали, они заткнутся и никаких проблем нет. А израильские врачи, которые его лечили, что им мешает, тем более сейчас, когда Москва поддерживает Хамас и когда разругалась с Израилем, потому что вот Валерий Дмитриевич Соловей говорил, что у настоящего Путина перед смертью последний разговор был с Нетаньяху, причем на повышенных тонах и так далее. Что мешает этим израильским врачам сейчас сказать, что вот такое было состояние, вот история болезни, вот его анализы, вот его там всякие вещи, которые реально говорят о том, что он там умирал и рак в последней стадии. Ну, давайте перейдем. Мы с вами, когда и обсуждали положение Кадырова, мы обсуждали его гипотетическое положение. Сейчас сложилось практическое положение. Практическое положение, когда Кадыров встроен в систему баланса, в том числе и в систему хрупкого баланса, который образовался вокруг Николая Патруши. Кадыров также встроен в эту систему. Обратите внимание, что в последнее время Чечню достаточно серьезно накачивали оружие. И да, это небольшое количество вооружений. Это вооружение ЧВК Вагнера, который Золотов передал в Чечню. Тяжелое вооружение, танки и транспортеры, да, потому что стрелковые не считаются, да. Ну, а им передали в том числе и тяжелое вооружение, да. Да, и вот там капля в море. Тем не менее, тем не менее, для Чечни, для небольшой республики, это огромное подспорье. Кто сейчас хочет, скажите, пожалуйста, нынешнее российское руководство в лице Николая Патрушева, хочет сейчас войны в Чечне? Хочет сейчас глобальный конфликт? Нет, конечно, не хочет, тем более, что... Не закончен конфликт в Украине. Да, мы в нашей передаче, кстати, объясняли, что Кадыров это практически Хамас на территории Российской Федерации. И то есть получить то, что сейчас на территории Израиля, никто в России не хочет. Конечно, конечно, это во-первых. Во-вторых, по поводу израильских врачей. Скажите, пожалуйста, когда началась, Сергей, когда началась полноценная операция, когда началась полноценная операция Израиля против Хамаса? Ну, совсем не дал. Какой? Два дня назад. Позавчера. Два дня назад. Да. А что произошло позавчера? Да, хорошо. Хорошо, мы с вами поняли, да. И скажите, раз мы с вами обсуждали, что израильское руководство... Израильское руководство повлияло на нынешнее российское руководство в лице Николая Патрушева, на полный отказ от сотрудничества, на полный отказ, повторяя, от сотрудничества с Ираном, на блокировку многих проектов с Ираном, на возможности российского руководства через МИД и через другие структуры повлиять в том числе и на Иран, и на Ливан, и на возможности сопротивления на Ближнем Востоке Израилю. И начало полномасштабную операцию. Вы обратили на это внимание, что именно так произошло? Дождались и начали. А зачем сейчас это выдавать? Зачем? Чтобы разразилась новая война на Ближнем Востоке, чтобы все их противники на них обрушились? Для того, чтобы Россия не выступила сдерживающим фактором в этом вопросе? Ну, расскажите, пожалуйста, в чем смысл? Я вот смотрю, люди воспринимают все как-то очень просто. Вот щелчком пальцев должно все решаться. Щелчком пальцев должны убрать Кадырова. Щелчком пальцев должны решить вопрос с двойником президента и с состоянием... И они абсолютно не понимают баланса интересов, которые складываются. Они не понимают, что существует общий баланс интересов. Это хрупкая, но очень сложная структура, в которой находится огромное количество людей. Да, в ней действительно очень много людей. Здесь и Лукашенко, здесь и США с ее видением. И США, которые надавили США. Обратите внимание на то, что очень неплохой, скажем так... Ну, как бы это сказать? Я не хочу говорить высокопарных слов по этому поводу. Но обратите внимание на Салливана. Салливан всегда общался с Патрушевым. Мы это с вами прекрасно знаем, да, Сергей? Это даже было из официальных отчетов. Патрушев на короткой ноге с Салливаном. Салливан совсем недавно разразился очень интересной статьей. Очень интересно. Как он видит будущее, как видит будущее нынешняя американская руководство. Салливан прекрасно знает о том, что происходит. Но на короткой ноге с Патрушевым. На короткой ноге не в смысле там дружеского общения. Конечно же, нет. Конечно же, эти люди разные. Но эти люди доверяют друг другу. Эти люди не обманывали друг другу на протяжении долгого времени. И если Путин не выполнял свои обещания, то Патрушев относительно Салливана всегда те слова, которые он давал, он держал. И я скажу, что нынешнее американское руководство с уважением относится не к Патрушеву, а к его позиции держать свое слово. Во-первых. И здесь это тоже значит очень много. Поэтому существует хрупкий, но баланс на сегодняшний день вокруг смерти президента, вокруг того, чтобы утаить смерть президента России Владимира Путина и о продолжении существования нынешнего строя без президента России Владимира Путина. Понятно, что это будет довольно короткое время, потому что тот клубок, который собрался, именно клубок змей, который собрался вокруг этого факта, конечно, он не может долго находиться в состоянии мира и покоя. Конечно же, нет. Конечно же, что-то совсем скоро произойдет, потому что это все непримиримые противоречия, непримиримые. И, конечно, они вынуждены будут объявить о том, что случилось. Насколько это быстро произойдет, я не готов говорить, но я думаю, что произойдет довольно быстро, иначе и быть не может. Настолько непримиримы эти силы. Но, тем не менее, сегодня существует как есть. Ничего простого не бывает. Я уже говорил многократно, это выражение идиотское, все гениальное просто, все это ерунда. Не существует гениальных, простых вещей. На то и гении появляются, которые выдвигают сумасшедшие идеи, которые потом реализуют в практике, и получаются гениальные вещи. И, конечно же, не существует ничего простого. И с щелчком пальца ничего не решается. Ничего не решается. Какое доказательство надо предъявить о смерти Путина? Вытащить, еще раз повторяю, его труп тайком из Валдая, из морозильной камеры и выставить его на Красной площади? Так мы сейчас живем в мире постправды, где скажут, а вы вытащили чучело. Это ни хрена не Путин, извините. Может быть, это и есть двойник, или еще нарядили какого-то дядьку, да? Убили, заморозили, а теперь показывайте нам, как Путин. Ерунда. Заключение врачей, фуфло, да? Извините за выражение. Да, но ситуация, конечно, да. Я согласен, что ситуация, что бы ни делать, все равно народ не поверит ни в одну, ни в другую сторону.